Добрый день, добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал! И в этом выпуске, специально посвященный Днём Святого Валентина, я расскажу вам, каково это строить отношения с раком, каково это быть с ними в любовных, в романтических, в сексуальных отношениях, и каково это строить с ними совместную жизнь на долгие годы. Ну что, готовы послушать про рака? Присаживайтесь поудобнее, будет интересно! Итак, друзья, для того, чтобы понимать, какие раки, настоящие раки, да, раки, у которых горит их солнце, знайте, что знак зодиака рак – это абсолютно и эмоциональный знак. Да, и с этим ничего не поделайте, это тот знак зодиака, у которого эмоции превыше всего. И здесь от вас зависит, будут эти эмоции позитивны, будут ли они напряжённы, будет ли же у вас итальянская вечеринка или же итальянский скандал. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что эмоции превыше всего, и только так они показывают свою любовь. Да, эмоционально, естественно, вы увидите их детскую робкую застенчивость. Да, глазки, как у кота Шрека. Да, когда истинно удивляются, это так и есть. Будут ли они вас веселить, развлекать? Ну, это такой момент, да, для того, чтобы порадовать. Конечно, любят рассказывать интересные истории, они вообще любят душевные беседы, вкусно поесть. Поэтому, да, путь к сердцу раков лежит через желудок в том числе. И если же вы хотите пригласить на первое свидание, то, конечно же, приглашайте куда-нибудь поесть что-нибудь вкусненькое, в ресторане посидеть, в кафе, неважно. Главное, чтобы атмосфера была тёплая, душевная, приятная, радовала глаз. А главное, чтобы всё было вкусно, потому что рак зодиака, знак – это тот, который любит, чтобы было очень вкусно. Были пирожочки, чтобы было вкусненько по-домашнему, да, с атмосферой и с настроением. Да, и тогда вы покорите рака, я вам точно это скажу. Особенно, если этот рак – женщина, однозначно она оценит. Да и рак мужчина, в принципе, в основной своей массе. Раки мужчины – это те люди, которые в жизни пашут, что-то делают, пробиваются. Но если вы приготовите им что-то вкусно покушать, они будут ваши. Это сто процентов так. И да, все отношения с ними – это отношения эмоциональные. Будь это сексуальные отношения или же романтические, знайте, что эмоции для них превыше всего. И даже если вы где-то накосячите, но если же вы страстно их обнимаете, целуете, если вы постоянно с ними в контакте, в таком душевном и эмоциональном, тогда раки будут всегда на вашей стороне. Вы покорите это рачье сердце, вытащите их вот так вот из раковины, я бы так сказала, из их далекого-далекого внутреннего мира. И если раки начнут вам доверять, я вам скажу, ребята, то это уже, считай, полдела сделано. Да, только не пользуйтесь, не пользуйтесь этой информацией в корыстных целях, пользуйтесь этой информацией для того, чтобы как раз таки, если вы хотите построить отношения в долгу, если вы хотите с ними любовь, то это тот знак зодиака, который будет вам безмерно благодарен, если вы живете с ними очень много времени, лет. Если вы проводите совместные праздники, мероприятия, да, вы можете даже рака пригласить на свидание к родственникам, к семье, познакомиться со своей семьей, и для раков это будет максимально-максимально воспринято душевной историей, и это будет для них как продолжение к чему-то нечто большему. Поэтому понимаете, что если вы уже знакомитесь со своей семьей, то у вас история на самом деле уже не просто так, Роман, вы переходите в другую стадию отношений, здесь нужно четко понимать, что для рака это очень важно. Основная базовая задача, кармическая задача рака по жизни, это вот такой активный, большой, стабильный, красивый рост его семьи, и да, рак об этом задумывается. Рак об этом думает всегда всю свою жизнь, не то, что вот он родился из пеленок сразу так думает, но я вам так скажу, что уже с осознанного возраста он уже об этом думает, поэтому понимаете. И ранить рака можно очень легко, очень легко можно все испортить, можно испортить отношения, а не договоренностями, но больше всего, больше всего, если мы говорим, например, про измену, да, рака, то рак никогда вам не простит духовную и эмоциональную связь, то есть если вы влюбились в кого-то другого, то рак вам это не простит никогда, то есть он может даже, может даже пожертвовать чем-то полуоцким, то есть если у вас где-то случилась интрижка и все, но для него это может в том числе означать, что если интрижка случилась, значит где-то нарушена тонкая и эмоциональная связь, и здесь рак уже будет думать, все зависит от внутренней силы самокопания, насколько сильный в натальной карте Плутон, да, и находится ли он в соединении с Солнцем или с Луной, и здесь все будет зависеть, конечно же, конечно же, от его внутренних желаний сделать плохо вам и отомстить, помните, что рак это очень-очень мстительный знак зодиака, и обижается он очень легко и быстро, и начинает ему мстить тоже очень быстро, поэтому понимайте, что если же вы уж начали с раком серьезные отношения, знайте, что он уже, если вам доверился, если у вас был очень классный, интересный, бурный секс, роман, да, перешло это уже в роман, и вы уже встречаетесь какое-то время, рак задумывается о том, что это на самом деле такая история, которая идет дальше, вообще, в принципе, если рак вам доверился настолько, значит он думает для того, чтобы идти дальше, и если же рак отмалчивается и вот как-то ведет себя странно, как-то скрытно, поговорите, просто поговорите и спросите, у нас с тобой в долгу или нет, и вы поймете по реакции, если же у рака с вами все в долгу, но на самом деле у того рака, у кого не сбиты координаты по жизни, у кого активное яркое солнце, тот сам все понимает, и такие отношения ежедневные строить не будет, да, однодневные точнее, у раков тогда все основательно, с сильным горящим солнцем, если же солнце барахлит, тогда, конечно же, это те раки, которые постоянно сбивают свой куст и не идут в долгие отношения, поэтому здесь нужно, конечно же, понимать, с кем вы имеете дело, и можете оставить комментарий, оставить дату, время и место рождения себя своего партнера, партнеру можно без времени знать, что вы времени можете не дать, и я посмотрю, он в ваши перспективы, если же вы хотите, чтобы ваш вопрос был конфетенциальным, в описании канала, ссылка на сайт, записывайтесь на консультацию совместимость, и я там все про вас расскажу, какие будут ваши эмоциональные отношения, сексуальные отношения, какие будут ваши отношения в долгу, как вы построите свой быт, семью, благополучие и тому подобное, но это про другое, а сейчас рак, поэтому, да, дорогие, понимаете, что если же вы уже перешли в стадию знакомства с семьей, то это очень серьезно, и если вы в какой-то момент решите разорвать отношения, потому что побоялись, застеснялись, побоялись масштаба, как это будет, не надо, вот рак, это кардинальный знак, который, если решил, то будет с вами всю жизнь, это тот знак зодиака, который за вас может отомстить, это тот знак зодиака, который будет любить вам и доверять всю жизнь, то есть вы понимаете, да, с кем можно идти в долгу, при этом необходимо эмоционально раскрывать свое сердце, эмоционально, постоянно идти на контакт, то есть все вопросики, которые есть у вас в голове, задавайте и спрашивайте, решайте их с раком, да, это знак зодиака, который боится трудностей, реально это так и есть, но не семейных трудностей, он боится трудностей внешнего мира, все семейные домашние трудности, связанные с детьми, с отношениями любимыми, да, отношения с родителями для раков, это обычные нормальные такие истории, они к ним готовы, ко всему другому большому внешнему миру и проблем, которые случаются тогда, рак, к сожалению, беззащитен, и он так очень сильно боится проблем, ему так сложно их решать, поэтому если вы знак зодиака, который не рак, а какой-то другой, очень мощный, очень сильный, там, например, козерог или же скорпион, или же овен, да, то понимаете, что вы будете в семье все разруливать, а рак, он будет вот защищать ваш дом, семью, быт, готовить вкусно, вот эту вот погоду в доме организовать, и неважно, это мужчина рака, вы, например, женщина овен, которая открывает эти проблемы с ноги, да, этот мир, вы будете переманивать мудрости, перенимать мудрости у рака, рак будет с вами делиться вот этими вот приятными эмоциональными эмоциями энергии, а вы в том числе будете заряжать своего рака огненной энергией для того, чтобы мир и его жизнь становилась более такой активной, яркой, интересной, и он будет потихонечку расти вместе с вами, закаляться в трудностях, поэтому, да, дорогие друзья, вы мне скажете, ну как так-то, ну неужели, вот, почему рак вот такой вот беззащитный, такой вот наивный, почему вот они вот как вот, как рыбы, нет, про рыбы позже будет, да, почему вот рак вот такой, потому что он создан быть таким, это знак зодиака, который именно таким в основе своей создавался, если все будут как овна открывать этот мир с ноги, то кто тогда будет раком? Да, тонкие эмоции, душевные переживания, это все про рака, поэтому, если же у вас складываются какие-то проблемы в жизни, в сексе, в договоренностях, обсуждайте, рак очень любит эмоциональные, страстные отношения, да, абсолютно, без разницы, они будут яркие, как вечеринки, либо они будут яркие, как скандал, ваши плыки, страстные отношения в постели, или же на кухне, или же дома, без разницы, да, рак это тот знак зодиака, который готов выслушаться, которому подпитка эмоций необходима с разных историй семейных, но рак растет именно в тесной близости, поэтому доверяйте своему раку, разговаривайте с ним, делитесь своими эмоциями с ним, и постель это как раз-таки то самое место, где вы в том числе можете прекрасно, прекрасно, я бы так сказала, вместе разгуляться, поэтому, дорогие, не стесняйтесь, если что-то у вас случается, не бойтесь и говорите, обсуждайте это с раками, да, и будет у вас все хорошо, и будете вы жить вместе классно и счастливо, эмоционально счастливо, духовно счастливо и финансово в том числе, потому что, знаете, рак это тот знак зодиака, который ради своей семьи сделает все, сделает все ради своей второй половинки, ради семьи, ради детей, и заработает сколько надо, и дом построит, который необходим, да, и для того, чтобы всем было эмоционально и душевно хорошо, поэтому я считаю, это прекрасный знак зодиака, с которым стоит ходить на свидания, стоит иметь классно разнообразный секс, главное, естественно, его обговорить, и с которым стоит строить свою долгую семейную совместную жизнь. Я желаю вам счастья, мои дорогие раки, и все те, кто пришел посмотреть про раков, построить с ними отношения, будьте счастливы, любите и любимы, и мы увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!